Добрый снегопад Как должен чистить Ачинг зимой? Добрая акция. Жильцы психоневрологического интерната ждут теплые подарки. Вещь используется и, конечно, человечек этой вещью дорожит. Узнаете, как подарить тепло. А еще сделали для вас подборку важных новостей, которые стоит узнать. Вау, только неделю в Нодомаркете! Скидка 25% на постельное белье! Всем здравствуйте. Выпуск начнем вот с какой темы. Уже не первый год уборка снега в Ачинске словно полоса с препятствиями. То зима неожиданно пришла, то снега много выпало. В памяти ачинцев еще свежая эпопея с генеральной уборкой города в начале года. А первый снегопад этой осени уже успел проверить на прочность городские службы. Пытаемся понять, кто и как должен убирать город от снега. Снегопады – горячая пора как для жителей частного сектора, так и для обитателей многоквартирных домов. Однако подворья владельцы расчищают своими силами, а вот дворы многоэтажек должны убирать управляющие компании. Как это должно происходить, показали жилищники. Есть придомовая территория. Управляющая компания в рамках придомовой территории осуществляет ежедневную уборку. В ежедневную уборку в зимний период входит уборка крылец и площадок входа в подъезд. На конкретном доме, сами видите, здесь под козырьками площадочки. Все выметены, вычищены. Соответственно, при гололёде все обработано песчано-солиной смесью. К придомовой территории могут относиться не только тротуары, но и проезды, парковки и даже лестницы, как на привокзальном. И всё это убирает и подсыпает именно управляющая компания. В снегопад это делается чаще, промежуток от получаса до трёх часов. Если снега нет, то допускается раз в трое суток. Дороги и тротуары – зона ответственности уже властей и дорожников. При уборке улиц особое внимание уделяется самым оживлённым, опасным участкам и дорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта, говорят дорожники. А как с тротуарами? Руководитель народного контроля в сфере ЖКХ Роман Казаков говорит, что и тротуары должны быть вычищены. Если есть возможность убрать весь снег и, соответственно, всю наледь, которая образовалась, тогда противогололёдная обработка не требуется. Но если такой возможности нет, подкребок это всё убрать, то в этом случае тогда, конечно, подсыпается. Все эти мероприятия проводятся ежедневно. Просто часто имеют место путаница, когда определяется понятие тротуара и когда определяется понятие дворового или межквартального проезда. Здесь чётко необходимо разделять, что тротуар – это место, по которому ходят люди исключительно. Оно, как правило, либо высотой, выделено либо бордюрами, либо и тем и другим, либо огорожено, так или иначе, это просто специализированное направление для движения пешеходов. Так ли в Ачинске мы поинтересовались в мэрии. Оперативно ответить нам не смогли, пообещали прокомментировать завтра. Напомню, в первый снегопад по официальной информации на уборку и подсыпку городских улиц вышли сразу три фирмы. Группа СТК, спецтехачинск и дорожники АГК. Как будет дальше – увидим. Но добавлю, что по прогнозам синоптиков, снежная погода в Ачинске будет гостить до воскресенья. Что касается уборки в частном секторе, то тут, по словам Казакова, тоже есть правило. Нельзя скидывать снег на соседний участок, а также на дорогу. Николай Черебных, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Разбираться с проблемой жителей старого центра приехал мэр Александр Токарев. На прошлой неделе новости ОСА рассказали, какая неожиданность свалилась на жильцов Дзержинского-15. Дом древний, отапливаются люди в нем по старинке, дровами и углем. Все хранят в сарайках. Внезапно получили письма счастья из мэрии, что до конца месяца должны снести постройки. Из-за соседства с историческим зданием, владелец которого тоже обязан сохранять и ремонтировать архитектурное наследие. Разбираться в ситуации сегодня Токарев приехал сам. Надо принять решение самому мэру. Уже есть решение принято? Решение есть, принято. Люди остаются со своими временными объектами до весны. За это время мы постараемся найти компромисс с Министерством культуры, которое требует освободить охранную зону культурного наследия. Скорее всего перенести. Это невозможно. Перенести это надо сломать и заново построить. Сами же понимаете, вы же видите, ломать сильно-то нечего. И построить в новом месте будет более благополучно, потому что жителям еще долго здесь жить. Получается, только отсрочка есть? Да. Очень неожиданно. Мы рады. А почему рады-то? Решение в принципе... Все равно, хотя бы нас до лета оставят. Что они снесут в сарае и, как сказали, приедут трактором. Вот так. Я сказала, он решит и за землю, и за все. Будем ждать ответа. Пока отсрочка, но будем бороться. Отопительный сезон для жителей двухэтажки, похоже, пройдет спокойно, а потом нужно новое решение. Своя проблема с историческим наследием есть и у жителей Партизанской 37. Новости ОСА рассказывали. Собственники этих квартир получили решение суда отремонтировать старинное здание по особым требованиям. И, очевидно, будут еще жертвы старины. Мэр уверяет, они уже работают над программой по сохранению и восстановлению старого центра. Курирует эту тему первый вице-мэр Сергей Мачехин. Есть определенная программа, очень большая. До 2025 года разработана это по восстановлению старого центра, облика его в культурную зону со всеми прилегающими территориями, с парком. И на сегодняшний день уже есть заинтересованные инвесторы, которые готовы в это вложить средства. На сегодняшний день эта программа разработана. Она находится на рассмотрении, обсуждении у инвестора и у правительства Красноярского края. До конца решение еще не принято. Ну, я думаю, это дело будущих периодов. Что сохранять и кто готов вложиться в это, подробности по словам Токарева можно рассказать, когда программу одобрят краевые власти и инвестор. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Вау, только неделю в Нодомаркете! Скидка 25% на постельное белье! А? В сети клиника «Аудионика» 14 лет. В честь дня рождения мы дарим скидку 5000 рублей, каждому при покупке от 200 рублей. 30-100. Аудионика! У тебя есть бизнес, и ты не знаешь, как продать утюг? А может, ты варишь вкусный кофе, и о тебе не слышали? Просто закажи рекламу. Реклама на ОСЕ во всех социальных сетях и телевизоре. Поможем продать даже слона. Только до 30 ноября минус 20% на обновление дома. Диваны, амулет и соренто. Сеть мебельных салонов КМК. Всегда удобно. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдаётся помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8 983 575 46 66. Это психоневрологический интернат в селе Ястребово. Здесь 110 жильцов. И каждый из них нуждается в уходе, заботе и, конечно, внимании. Именно поэтому телеканал ОСА и газета «Город А» принимают участие в акции «Дари добро». Что нужно, чтобы поделиться частичкой тепла, смотрите в сюжете. Такой вот пледик, самый большой, специально для укрывания маломобильного человека, который находится на коляске. Чтобы ему холодно не было зимой на улице. Этим пледом, говорит директор психоневрологического интерната Александра Колотий, во время прогулок укрывают одну из жильцов учреждения. Интернат в Ястребове работает с людьми старше 40 лет. Многие из жильцов не могут передвигаться самостоятельно. И им нужна дополнительная забота. А еще, рассказывает Александра, к таким, казалось бы, мелочам, как шерстяные носочки, шарфик или вот этот плед, жильцы сильно привязываются. С этим пледом связано много. Человек, которому подарили, это Татьяна, я не буду называть фамилию, отчество, она им дорожит. То есть, если где-то нет этого пледа, у нас все, у нас начинается истерика, где мой плед. Это теплая вещь, связанная с нашими сотрудниками. Инвалиды, они вообще люди такие, которым нужна эта помощь. То есть, малая доля какого-то внимания им, заботы. Уже несколько лет в основном силами работников интерната в Ястребове проводится акция «Дари добро и тепло в дом». Суть ее проста. Вместе с теплыми вещами передать частичку своего тепла тем, кто живет в интернате. В прошлом году удалось собрать больше 30 вязаных вещей. В этом их уже около 50. В основном это носки. Их связали жильцы другого интерната из Красноярска. Принять участие в акции могут и ачинцы, и жители района. Люди могут связать варежки, могут связать носочки, шарфики, может это какие-то шапки зимние. Также пледы принимаем. На сегодняшний день мы принимаем вещи либо у нас в учреждении, да, село Ястребово, улица Новая, дом 6, либо это первый юго-восточный район, 7А, центр семьи и помощи детям. То есть с 9 до 16.00 мы готовы принять данные вещи. Принять участие в акции можно до 8 декабря включительно. Кроме интерната и центра семьи, вещи вы можете приносить и к нам в редакцию. Все теплые вещи мы обязательно передадим жильцам интерната. Дарите добро и тепло в дом. Николай Черемных, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Самая громкая сделка года, похоже, опять откладывается. Это о продаже городских сетей тепловодоснабжения. Если забыли, маховик этот запустил еще Илай Ахметов. При нем в 2013 муниципальное предприятие Ачинские коммунальные системы обанкротилось. И с тех пор городское имущество уходит с молотка. Главные лоты, сети тепловодоснабжения и канализации на торги еще не выставлялись. На днях стало известно, эксперты еще оценивают их стоимость. Суммы там под полмиллиарда. Продавателя нет, это уже не обсуждается. Теперь весь вопрос продать дороже. И у города есть в этом особый интерес. После расплаты с основными кредиторами бюджет Ачинска тоже может получить деньги. Между тем, в 2021 в этом году городская казна уже не досчиталась 300 с лишним тысяч рублей. Это как раз платежи АКС. Такой же прогноз и на три следующие года. В сумме вот эти деньги можно сравнить с затратами, которые сейчас идут, к примеру, на обрезки деревьев по всему городу. Депутаты горсовета на днях потребовали отчет о ситуации с продажей имущества бывшего АКС. В мэрии за этот вопрос отвечает председатель КУМИ Галина Гришина. Мы всегда заслушиваем отчетов бывшего управляющего и, в принципе, как бы владеем той ситуацией, что там происходит. Напомним, два года назад новости ОСА также разбирались в мутной истории с продажей имущества АКС. Тогда, изучив документы, мы рассказывали, что с 2013-го через расчетные счета прошел без малого миллиард рублей. Это в половину меньше, чем первоначальные долги МОП АКС перед кредиторами. Мое предложение заслушать администрацию или управляющую Ачинских коммунальных систем, которые 7 лет ушли как из города, людей, по сути, обворовали на миллиарды рублей, и никаких отчетов мы до сих пор не услышали. Вот или сафарьянов, или комитет по управлению муниципальным имуществом должны перед депутатами и перед горожанами нести ответ. Сколько времени придется ждать и что ответят власти или конкурсные управляющие, новости ОСА расскажут. Субтитры создавал DimaTorzok Это дайджест. Мы собрали новости, которые вы могли пропустить. Чем дышим? Роспотребнадзор отчитался за грязнение воздуха в Ачинске. В октябре датчики зафиксировали превышение диметилбензола в 4,4 раза, метилбензола в 1,7 раз, диалюминия триоксида в 1,2 раза. Напомним, как раз в прошлом месяце горожане жаловались на запах гари в разных районах. Кто является источником? Минэкологии пока проверку не проводило. В Ачинске будет новый прокурор. Известно, что это красноядец Максим Кобелев. Ему 37 лет и до сих пор он работал зампрокурора Центрального района. В четверг, 18 ноября, его представит руководитель краевого ведомства Роман Тютюник. Напомню, прежний Ачинский прокурор Сергей Иванов теперь возглавляет надзорную структуру Сосновоборске. В 2021 году российские банки поставят исторический рекорд по выдаче автокредитов. Общая сумма превысит триллион рублей. Об этом сообщает РБК. В ТБ рассказали, что за первые 10 месяцев было одобрено автокредитов на 924 миллиарда рублей. И это больше на полтора раза, чем в прошлом году. Все это связано с подорожанием автомобилей и высоким спросом на них. Также сообщают, что средний размер суды на автомобиль в октябре составляет 1,24 миллиона рублей. И это больше на 31,5 процента, чем в январе. А средний размер зарплаты россиянина, который решил взять кредит, 28 тысяч рублей. Железногорские полицейские задержали находчивых наркодилеров. Они маскировали закладки под собачьи экскременты при помощи глины и пластилина. Все происходило в лесном массиве. Полицейские патрулировали, а наркоторговцы прятали закладки. Увидев сотрудников, один из них попытался скрыться. Как итог, оба задержаны. У подозреваемых было изъято около 45 граммов. Позже дома у одного из дилеров нашли электронные весы и пакеты для упаковки запрещенных веществ. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы. В Красноярский край поступило 60 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения Борис Немик. Сейчас вакцина проходит регистрацию на территории края. Отгрузку по территориям планируют начать 17 ноября. «Спутник Лайт» применяется для ревакцинации и вакцинации переболевших. А это просто красивое видео. Байкал начал покрываться ледяной мозаикой. И этим воспользовались нерпы. Забайкальский национальный парк опубликовал кадры, как нерпы чилят на льдинах под ноябрьским солнышком. В медицинском центре Тервы ведет прием профессор Попов Виктор Олегович. Хирург, онколог, проктолог. Опытный врач со стажем более 38 лет. Возможно направление на оперативное лечение в Красноярск. Запись на прием по телефону 303-33. Медицинский центр Тервы, микрорайон 7, здание 1Б. Оптика аптечного центра губернской аптеки перешла на новый режим работы с 8 до 20 часов. Подбор очков и контактных линз. Выбор правильной оправы и аксессуаров. Распродажа оправ. Цены снижены до 50%. Капли и витамины для глаз. В общем, все необходимое для коррекции зрения и здоровья ваших глаз. Работаем без перерыва и выходных. Фармацевтический центр губернской аптеки, улица Кравченко, 7А. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. В горы электротранспорт на постоянную работу требуются кондуктор, слесарь-электрик, электромонтер тяговых подстанций, механик, маляр, водитель трамвая, токарь, слесарь по ремонту подвижного состава, тракторист. Предоставляется жилье и соцпакет. Обращаться по телефону 8-950-401-54-26. Ачинск, Кравченко, 40. Главная новогодняя елка города вернется на привычное для ачинцев место – площадь Гордыка. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Александр Токарев. В этом году мы планируем традиционно разместить горку на своем месте и желтку поставить посреди площади. И привычно для жителей обустроить новогодний праздник на площади Гордыка. В прошлый год это было невозможно по причине усадки брусчатки. В этом году мы планируем все это вернуть. Напомним, в прошлом году главная новогодняя красавица переехала в Парк Победы. А на площади Гордыка разместилось дерево поменьше. Его ачинцы сразу же обсмеяли в соцсетях. В этом году, похоже, праздник пройдет по привычному сценарию, если не считать ковидных ограничений. Почти с конвейера чистенький микроавтобус «Соболь» припарковывается на территории приюта для животных «Доброе сердце». Это настоящий подарок для четвероногих. Ведь сейчас их перевозка станет более комфортной. Такая помощь пришла от компании «Русал». По словам директора приюта, они так долго этого ждали. Во-первых, ну, это помощь большая. Он же специализированный сам по себе. То есть уже будет это более безопасно животных перевозить и более комфортабельно. Мы же не только занимаемся отловом и перевозом. Мы же есть животных, которых возим в Краснояр для лечения, которые здесь не можем предоставить. То есть, ну, это просто чудо какое-то. Мы очень благодарны «Русалу», что мы попали под их программу благотворительную. Как оказалось, приют стал участником благотворительного проекта от «Русала». Спецификой его стала поддержка учреждений, которые активно занимаются содержанием безнадзорных животных. На хорошее дело выделено порядка 4 миллионов рублей. На эти деньги уже отремонтировали больше 30 вольеров в котельную. И появился новый забор по периметру приюта. А еще современное оборудование, которое уже заработает в конце этого месяца. Уже здесь закуплен рентген-аппарат, который позволит оказывать качественную медицинскую помощь всем животным. Не только те, которые содержатся в приюте, в том числе и домашним. И это позволит приюту вести какую-то свою деятельность и зарабатывать определенные средства для того, чтобы расширяться. Помимо новомодных штуковин, к работе присоединилась команда экспертов от «Русала», которая не только смотрит и принимает опыт других городов, но и учит ащинских специалистов. Такое сотрудничество позволит наладить совместную работу всех, кто должен решать проблему с брошенными и безнадзорными животными. В этом году в конкурсе «Помогать просто» есть отдельная номинация, которая предполагает волонтерскую помощь бездомным животным. «Самые разные проекты. В эту пятницу, в ближайшую, в 14 часов, будет семинар. Если вы позвоните 303-99, мы вам расскажем, где он будет, потому что сейчас очень важно ограничить количество участников. Мы сделаем обзор волонтерских практик по всей России, которые могут быть применены в городе Ачинске, и реальную помощь оказать как приюту для бездомных животных, так и решить те цели, которые сегодня перед нами стоят, как перед городом, в котором есть бездомные животные». Отмечу, что такая программа помощи приютам для животных осуществляется при поддержке «Русала». Такая практика есть уже в Абакане, Иркутске, Красноярске и других. Инициатором подобных проектов стал основатель компании «Русал-промышленник» и меценат Олег Дерипаско. Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал «ОСА». Русал-промышленник «Русал-промышленник» «Русал-промышленник» brarч-rendан» Субтитры сделал DimaTorzok